В Вашингтоне наконец услышали московских пропагандистов и обменяли Сирию на Украину, как те и просили в 2014-2016 годах. Эрдоган тогда тоже просил Белый дом несколько раз публично, дать ему свободу рук и обещал, что турецкая армия пройдется пылесосом по Сирии, после чего в ней не останется ни ИГИЛ, ни Асада. Он гарантировал, что сам с ними справиться и прямого участия США и ЕС не потребуется, но в Белом доме тогда сидела администрация Обамы от Демпартии, которая в политикуме США занимает нишу, аналогичную социалистам в ЕС. Эрдоган был настроен решительно и даже сбил пару самолетов РФ, залетевших в Турцию. Из-за второго самолета было много шума, так как в Москве поняли, его падение – это не случайность, а система. Но Обама категорически отказался, а Москва развернула масштабную травлю Эрдогана и стала готовить его свержение, задействовав все и всех, кого могла подключить. Для РФ устранение или приручение Эрдогана было тогда почти вопросом жизни или смерти. Администрация Обамы нашла сто и одну причину отклонить предложение Эрдогана. Причины были самого разного размера и свойства, но базовая среди них – философские и политические установки Демпартии, которая в данном случае полагала, что освобождение жителей Сирии должно быть делом рук их самих, а задача демократов-прогрессистов – лишь наставлять их и немного помогать. Турецкая армия, как и армия США, делать за них эту работу не должны, поскольку демократия – это не коммунизм, который можно разносить на штыках. Демпартия США, подобно европейским социалистам никак не избавиться от наивной веры в народ и его культ, возникших в конце XVIII века в ходе американской, польской и французской революций. В XIX веке и особенно в XX веке эта идея стала почти всемирной аксиомой. В Российской империи ее сначала абсолютизировали и довели до абсурда, начиная с исторических писем Петра Лавровича Лаврова, о долгой интеллигенции перед народом, а затем большевики извратили ее до неузнаваемости. Московиты знают толк в извращениях. Любая идея, попавшая в их головы и руки, очень быстро превращается в свой антипод. По этой причине за железным занавесом Сталина и Брежнева для Кремля выписывали и переводили всю западную периодику и литературу, а затем складировали в спецхранах для служебного пользования, как возможный материал для извращений. СССР по своей природе был кривой антитезой Западу, и если бы Запад вдруг исчез, то исчез бы и СССР, поскольку его существование утратило бы всякий смысл. Это как с паразитами, которые не могут жить сами по себе. Нечто такое и стало происходить, когда Запад тоже опустил железный занавес и объявил о мирном сосуществовании и социально-экономическом соревновании двух систем. В социалистическом лагере, предоставленном самому себе СССР, Китай стали поедать друг друга, сам лагерь и международное коммунистическое рабочее движение в придачу. Когда стало известно, что ни мировой революции, ни мировой войны не будет, то жизнь в социалистическом лагере утратила смысл, а от идейных извращений наступило пресыщение. Это тоска зеленая и угробила советскую власть и весь лагерь. Обама и его администрация добросовестно следовали установкам и символам веры демпартии. Но они были не партийной кафедрой, а действующей администрацией и должны были не столько проповедовать и писать методички, как действовать. Эрдогану с пылесосом они отказали по высоким идейным мотивам, личной антипатии к нему Обамы и из-за опасения, что Москва подтолкнет арабов на борьбу с новым османским игом и еще по 99 причинам. Но реальность от этого стала выглядеть не лучше. Большинство сирийцев вместо того, чтобы подняться на борьбу с Асадом, как им полагалось в теории, предпочли мигрировать в Европу, куда их от имени Германии и всего ЕС пригласила христианская демократка Меркель, у которой был свой план по продвижению демократии в Сирии и в мире. В партии Меркель решили, хватит двигать демократию методом миссии, точечной помощи и обучения студентов из Азии и Африки. Это медленно, затратно и не очень эффективно. Кадры управленцев, которых мы готовим в своих университетах, когда возвращаются на свои родины, отнюдь не всегда ведут там себя демократически и даже становятся диктаторами. Поэтому давайте примем и обучим сразу около полумиллиона представителей прогрессивных народных масс, затем вернем их домой и они наверняка переведут процесс продвижения демократии в новое и более успешное качество. Но план Меркель требовал времени и против него возражали многие страны ЕС. Вдобавок Россия не пожалела денег, чтобы на призыв Меркель в ЕС прибыло больше людей, чем та хотела, и отнюдь не тех, кто собирался потом вернуться обратно и двигать демократию. Москва не поскупилась и на информационную кампанию об ужасах и бандитизме, которые несут в ЕС эти абитуриенты Меркель. В результате появилась тема миграционного кризиса в Европе, которую по-своему использовали различные политики в ЕС и Москва. Обама не возражал против плана Меркель, но в этом сценарии дружное свержение сирийцами Асада откладывалось на неопределенное время, а созданный Москвой ИГИЛ, тем временем вопреки логике войны, начал наступать не на Дамаск, а на Багдад. С таким поведением ИГИЛ не могли согласиться Демпартия и Обама, несмотря на свою веру в то, что силы истории и народные массы все расставят по местам не хуже, чем невидимая рука рынка. Для Обамы просить Эрдогана включить пылесос означало бы признаться в ошибочности кредо Демпартии, а между тем активность ИГИЛ требовала от него быстрых и решительных действий. Идеалиста Обаму, попавшего в сложную ситуацию, выручили практики спецслужб. Они подписали на войну с ИГИЛ курдов, иракских шиитов и Иран. Иранские аяталы и муллы в двух критических ситуациях во время войны с Ираком и приближения ИГИЛ к границе Ирана временно забыли о своих идеологических и других разногласиях США и плодотворно с ними посотрудничали. Тронутый этим Обама отменил санкции против них, и республиканцы с Трампом потом потратили много сил и времени, чтобы вернуть санкции на место. Сам Обама до конца оставался университетским идеалистом, верным кредо своей партии. Поэтому ИГИЛ из Масула выбивали только силами армии Ирака и шиитского ополчения. Отряды курдов, туркманов и подразделения армии Турции были им от штурма отстранены. Обама принципиально хотел, чтобы Масул взяли только сами иракцы. В результате штурм сильно затянулся, догмат веры был соблюден, но доверие к ней в целом снизилось даже у Обамы. Между проигранными выборами и инаугурацией Трампа он, наконец, принял несколько сильных решений против РФ и в пользу Украины, видимо, поняв, что без дживелинов украинцы наваляют московитам не очень скоро. Сменивший Обаму республиканец Трамп, похоже, изначально был сторонником того, чтобы позволить Эрдогану пройтись с пылесосом по Сирии и не заморачиваться ею. Но Трамп и республиканцы не могли сразу и быстро перевезти госмашину с колеи Обамы в свою колею. Эрдоган своей настойчивостью сейчас помог им это сделать. Трамп, как бизнесмен, посчитал, США второй год оплачивают жизни около 100 тысяч жен и детей пленных игиловцев и 12 тысяч самих игиловцев, так как гуманные европейцы назад их забирать не хотят, поскольку не знают, что с ними делать. США также платят курдам за охрану и пускают в лагеря правозащитные организации. Хорошо они все устроились, еще и размножаются в неволе, подумал Трамп. И это в то время, когда у США огромный госдолг, что беспокоит российских налогоплательщиков даже больше, чем американских. Трамп – эмпирик, пришедший в политику от САХИ, в отличие от Обамы, пришедшего в нее из университета. Поэтому Трамп следует не длинным идеологическим стратегиям, как Обама, а коротким, вынесенным из жизненного опыта. По психотипу к Трампу ближе всего в окрестностях – Лукашенко, но у того нет ни тамагавков, ни авианосцев, ни даже выхода к морю. Если бы все это было у Лукашенко, то «Газпром» давно доплачивал бы Беларуси только за то, что она не брезгует его газом. Поэтому, когда вновь явился Эрдоган с идеей пропылесосить хотя бы вдоль границы, то Трамп под напором советников покочевряжился, а потом радостно согласился. Трамп с удовольствием отдал бы Эрдогану под пылесос всю Сирию и сэкономленные средства вложил бы в госдолг для успокоения российских налогоплательщиков в стену на границе с Мексикой или в Украину. Но советники и престиж США не позволяют. Поэтому нашли компромисс. Трамп сказал, что уходим только с севера Сирии. Финансирование курдам урежут, но частично. А лагеря с женами игиловцев пусть охраняют Петька и товарищ Сухов из Белого Солнца пустыни. У них опыт есть, а нам курды не помогли при высадке во Франции в 1944 году. Поэтому мы им ничем не обязаны. Трамп тем удобен республиканцам, что если надо, то может обосновать все и чем угодно. По принципу «Я президент, я так вижу, а кому не нравится, пусть подает в суд». Эрдоган пришел к Трампу и к курдам с вполне приемлемым требованием, чтобы их отряды, которые одновременно армия и полиция, ушли за шоссе М4, которое проходит в 30 километрах от границы и параллельно ей. Курдская администрация может остаться, те отряды, которые решат стать полицией тоже, но без пушек и минометов, и вместе с турецкой армией следить, чтобы никто с горы не стрельнул ракетой в сторону Турции. Эрдоган еще два года назад возвел на границе бетонную стену, чтобы никто не сказал, он хочет кусочек Сирии. У Эрдогана был ряд оснований надеяться на позитивный ответ курдов. В 2014-15 годах, когда ИГИЛ стал занимать север Сирии, оттуда в Турцию бежало более 190 тысяч курдов. Там они требовали, чтобы турецкая армия вошла и остановила ИГИЛ. Турецкая армия не вошла, но бойцов Иракской пешмерги Эрдоган через территорию Турции пропустил, чтобы они отбросили ИГИЛ от Кабани, условной столицы сирийских курдов, что те и сделали. Эрдоган не просил себе памятник в Кабани от благодарных курдов, а хотел лишь стопроцентной гарантией от них, что в Турцию оттуда ракета не прилетит. Трамп был согласен с ним и радовался, что нашел еще кого-то, кто хочет разделить США, ношу санитаров по международной скорой помощи. Германия и Франция в этом плане все еще огорчают Трампа. Польша радует, а Обаму он считает дураком, за то, что тот не пустил Эрдогана в Сирию. Вожди курдов решили, в этой ситуации они могут поторговаться, качнулись к Москве и проиграли. Они остались без денег, патронов и теплых одеял из США. Взамен получили сильно возбужденного Эрдогана, еще более возбужденных арабских революционеров и надменную Москву, которая твердо сказала «никакой курдской автономии, только полное подчинение Асаду». Лавров утром 16 октября в Москве заявил, «РФ готова обеспечить мир на сирийско-турецкой границе, что на практике означает принятие ею условий Эрдогана о 30 километрах зоны безопасности». Днем 16 октября Лавров пояснил, что злые США подогревали в Сирии курдский сепаратизм, из-за чего все беды, но Россия эту лавочку скоро прикроет. Теперь у курдских леваков из Демсоюза есть два варианта. Разоружиться еще больше, чем хотел Эрдоган, или ехать воевать в Идлиб в составе сирийской арабской армии, как именует свое воинство Асад. Там они смогут познакомиться с теми крымчанами, которые хотели умереть в России, но едут умирать в Сирию. Разговорчивость Лаврова 16 октября, он весь день что-то заявлял, была связана с тем, что 14 октября российско-турецкие отношения накалились до предела. Начальники генштабов обоих государств даже провели совместные командно-штабные учения по телефону, официальный релиз, стороны обменялись информацией. В реальности этот обмен выглядел приблизительно так. «Если ваши танки войдут в Манбидж, то мы ударим авиацией», на что другой генерал отвечал, «а мы ударим по вашим самолетам, ракетами С-400 и так далее». Пока оба генерала обменивались планами российско-турецкой войны, главы МИД России и Турции тоже шептались по телефону, как бы все откатить назад так, чтобы друг друга не обидеть. После таких напряженных обменов информации, они взяли тайм-аут на вторник, а в среду Лавров уже целый день трындел на пресс-конференциях, успокаивая российских журналистов. Самым сильным успокоительным стали его слова, что Эрдоган обещал прилететь поговорить в Москву, но неизвестно когда. Эрдоган в тот день выступил перед парламентом и сообщил, «турки не сдаются, 30 километров зоны безопасности будут наши, а Манбидж в них входит». На предложение госдепа, что к нему срочно прилетят поговорить Помпео и Пенс, он ответил, что говорить будет только с Трампом. Сам Трамп в эти дни развлекал человечество и нервировал демпартию шутками типа «пусть Россия тратится на курдов и Сирию, если ей этого очень хочется, а мы туда не вложим больше ни одного цента». Республиканцы отказывались объяснять, что происходит и спокойно отшучивались, «это же Трамп, что вы хотите». В этот день пошутил и глава МИД Франции Ледриан, заявив по телевидению, что говорить о Сирии надо с Москвой, а не с Дамаском, чем в один миг опустил Асада до уровня российских марионеток, сидящих в Донецке и Луганске. Эмпирик Трамп таки обменял Сирию, но не на Украину, а на Россию, на которой хочет сконцентрироваться, если останется на второй срок. Так как Россия большой источник мирового зла, то денег на него понадобится много, поэтому нечего распыляться на Сирию. Если не останется, то на РФ сконцентрируется и воспользуется с экономленными Трампом деньгами тот, кто займет его место.